Письменный стол, ручка, бумага и стопка конвертов. Вот, пожалуй, всё, что нужно для проведения акции «Письмо солдату». Написать о самом главном, написать о самом важном, написать о том, что происходит вокруг. Подобные акции стали популярны в России в последние несколько лет. И «Ямал» с удовольствием присоединяется к ним. Эту акцию мы провели совместно с организацией «Женщины Ямала». Они оказали нам хорошую спонсорскую помощь, купив конверты. Мы решили, что будем сотрудничать с этой организацией. Также хотим накануне праздника Дня защитника Отечества организовать ещё одну акцию. Это уже будет посылка солдату. Ребята-волонтёры всегда откликаются на призыв организаторов, причём участвуют буквально во всех мероприятиях, подавая пример подрастающему поколению. Акцию «Письмо солдату» они приняли на ура. В числе призывников – друзья и знакомые. Саша Ходзи пишет другу коротко и ясно, не размениваясь на пустяки. Как твои дела? Поскорей приезжай. Как ты думаешь, приятный будет? Да. Это письмо кому адресу? Щёлков. Письма херсалинских ребят – ничего особенного. Самые простые вопросы и пожелания. И ещё фотографии. Вот, например, в этом году решили выслать фото с рождественской ярмарки. Ведь именно она стала событием прошедшего декабря. Такие акции нужно проводить. Солдат разбросала по всей стране. Вот сейчас заполняем, пишем адреса. Их разбросала от Читы до Краснодара, и Владикавказ, и Москва, и Иваново. В общем, адресов всех не перечесть. Всех по всей стране разбросала. Я думаю, им будет приятно получить такую весточку из дома. 28 писем были написаны ирсалинским солдатам в стенах Дома культуры и творчества. Тёплым, собственноручно написанным посланием. Никакая электронная почта никогда не сможет составить конкуренции. И в морозные февральские дни, накануне Дня защитника Отечества, трогательные письма заставят улыбнуться и написать ответное письмо. Обратный адрес волонтёра указали один. В село Ярселе, улица Ходисера, Кавоси. Придут ли письма от наших ямальских солдат, узнаем очень скоро.